всем привет начала я обрезать горчицу вот я ее просто скашиваю беру вот этот такой приборчик хороший правда ручка у него слетела вот серп и это и скашиваю вот так вот видите там оставляю несколько сантиметров но дело в том что начался дождь сейчас быстренько доделаю эту грядку а потом побегу домой вот такое небо у нас сегодня все затянуто но хотя по прогнозам до пасмурно но алиса сказала никаких дождей без осадков но быстренько пробегусь с вами какие у меня планы были на сегодняшний день значит как я говорила до этого что у нас ожидаются с понедельника снег почти каждый день поэтому надо срочно ускориться то есть у меня вот эти две грядки надо скосить и вот так положить на этом значит потом выкопать ту хризантемы маточники хризантем которые я буду сохранять я их буду помещать в огуречную тепличку вот она она вот часть возьму оттуда у меня в общем теплиц много в этом сезоне можно все но мне этого не надо и в хлебницу я тоже буду отправлять я выберу всего несколько а остальные я оставлю зимовать вот так что вот такие дела у нас пока такие и выкопать сейчас надо нам георгины потому что они уже все пришли в негодность после заморозков их надо тоже убрать и еще мне надо до убирать перчик он он торчит перчик я это тоже сделаю ну вот сейчас пока дождь идет я пойду наверное сделаю перец хотя он уже кончился ну сейчас посмотрим продолжаю работать тогда сейчас бы быстренько доделываю эту грядочку и дальше пошла и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 И отрезаю DimaTorzok 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 сидела, она тоже отреагировала на заморозки. Я удалила всю наземную часть, порыхлила ее. И сейчас я ее удобрю фертикой. Прямо у нас влажно, очень земля влажная, поэтому я просто заделаю ее в почву и все по кругу. И посмотрите, что я обнаружила. Тут у меня спокойненько растет спирея. Она тут насыпала семена и размножилась. Вот такой кустарничек. Посадите один раз, и он сам будет размножаться. Вы только потом рассаживайте туда, куда вам надо. Вот очень выгодный кустарничек. Смотрите на эту красотку. Прошли заморозки. Минус три. Африканская ромашка. Ни по чем ей. Видите, какая гацанечка. Я хочу попробовать все-таки посадить один. Кустик выберу, какой получше. И посажу в горшочек. И пересажу вернее. И на зиму попробую домой занести. Видите, бутончики. Прям вот зелень, только вот чуть-чуть края. Прям молочина. Вот бархатцы. Посмотрите, какие. Ну, вот здесь побольше прихватила. Видите, да? Ну, в целом-то, в целом. Это южное растение после заморозков. Посмотрите, что она творит, а? Это девчонка. Посмотрите. Вот этот кустик мне очень нравится. Я к нему присматриваюсь. Хочу, наверное, я его пересадить. Все-таки. Ну, и флокцы, конечно, им все ни почем. Им все ни почем. Друзья, подвожу итоги. Вот это количество у меня такое. Георгин у меня небольшое. Немного их. Ну, все они мне нравятся. Но я впоследствии, конечно, буду расширять свою коллекцию. Вот я распределила по сортам, по ящичкам. Сейчас я отправлю, чтобы они немного подсохли. Потому что где-то влажно очень было, где-то не очень. Вот я отправлю в сарай до завтра. Да, что ты кричишь? Что ты? Пришла помогать? Значит, что, друзья? Значит, ночь прошла, они немножко обсохли. У нас сегодня ударили опять очень большие заморозки. Сейчас мы занесли на веранду. Муж занес. И сейчас я подвяжу к каждому георгину я подвяжу бирочку. И все. И будем ставить в мешки. Ну, вот обыкновенные мешки из-под сахара. И отправлять в подпол. У нас подпол в доме есть. Если у вас нету подпола, ну, может быть, погреб подойдет. Я не знаю. Потому что георгины, между прочим, они не везде сохраняются. Поэтому вот в нашем подполе они хорошо хранятся. Поэтому мы там храним их зимой. Немножко добавлю. Я вот смотрела, некоторые делят там, например, обрабатывают их чем-то. Я это ничего не делаю. Потому что я по весне всю процедуру, если мне надо кустик поделить, я его делю весной. Делю весной с помощью ножа и обрабатываю зеленкой. Ну, все, бирочки я подвязала на все. Вот они, бирочки мои. Все, и сейчас складываем в мешок. Так. Вот муж принес мешки. И просто он положит в мешочки. Все. Подруга подмерзла. Это мы занесли помидорчики. Будем кушать. Вот смотрите, какой помидорчик. Хорошенький. Хорошенький помидорчик. Чей тут нос? А? А что, тебе холодно, однако? Киськи холодно, да? Киськи холодно? Мы однажды это муж пошел закрывать дверь на ночь. И она как-то выскочила. Нюша, иди сюда. Иди сюда скорее. Где ты есть? Ты уже домой хочешь? Иди сюда. Иди сюда скорее, да? Давай, иди скорее. И она выскочила. И прошло прилично времени. Да. И мы ее потеряли. Думаю, где Нюша у нас? Да, где у нас Нюша? Да, да, моя умница. Умница моя. Вот. Я говорю, слушай, ты случайно ее не выпустил? Он пошел проверять. Она пулей залетела. Пулей. Вы можете представить? Все холодное. Я не знаю, но полчаса-то она точно провела здесь. Еще плюс в темноте. Да, мой хороший. И вот она выскакивает. Мы на улицу не пускаем наших кошечек. Да. Куда ты? Куда ты? Ну, ну, ты мой хороший. Мурит. Вот. Это мы уже скамейку занесли. Да, да, мой хороший. Да, моя девочка. Сейчас пойдем домой. Сейчас пойдем домой. Да. Ну, иди, иди ко мне. Ей ко мне надо. Ну, эти мои хорошие. Субтитры подогнал «Симон»